Время новостей экономики. Как дела на финансовом рынке? Узнаем у Алексея Коваленко. Здравствуй, Леша. Добрый вечер, Инна. Доллар падает, нефть растет, а вот правительство решило поддержать ипотеку рублем. 20 миллиардов рублей выделит правительство в этом году на субсидирование ставки по ипотеке. Для заемщиков это означает, что максимальная ставка для них не превысит 13% годовых. Такая ставка будет распространяться только на покупку квартиры в новостройках, либо в строящемся жилье. Сумма согласована с Минфином, однако не уточняется, на какой срок ипотечного кредита субсидируется ставка. По данным РИА Новости, сумма в 20 миллиардов рублей позволит субсидировать выдачу ипотеки в 2015 году в объеме 400 миллиардов рублей. В России удвоилось ощущение счастья, и это несмотря на все перипетии, происходящие в нашей стране. В общем мировом индексе счастья, согласно исследованию Гэллоп, самой-самой счастливой страной стали Фиджи, 91 пункт. В пятерку счастливчиков также вошли Колумбия, Саудовская Аравия, Азербайджан и Индия. В России в конце 2014 года индекс счастья составил 59 пунктов. Если говорить о взаимосвязи между средними доходами на душу населения и уровнем счастья, то индекс счастья выше в тех странах, где доход не превышает 10 тысяч долларов. Рубль укрепился к основным валютам на существенном росте мировых цен на нефть, которая поднимается уже четвертую сессию подряд. Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов завтра на торгах московской биржи упал на 1 рубль 89 копеек до 67 рублей 77 копеек. Средневзвешенный курс евро также снизился на 1 рубль 82 копейки по сравнению с уровнем сформировавшимся к этому времени в ходе предыдущих торгов и составил 77 рублей 2 копейки. Это все на сегодня. Оставайтесь оптимистами и помните, алчишь чужого, потеряешь свое. Вот такой совет от нашего экономического обозревателя Алексея Коваленко. Мы продолжаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...